В минувшую субботу в Лабытнангах произошла дорожная трагедия. В аварии погиб человек. Происшествие произошло в субботу днём. По одной из версий полицейских, водитель скутера не справился с управлением. На скорости вылетел за пределы дороги. Его ещё живым очевидцы ДТП достали из водосточной канавы. Светлана Кель узнала все подробности этой дорожной аварии. Сидели как раз на кухне за столом, услышали как стук или удар обо что-то резкий. Сразу подумали, что какая-то авария. Выглянули в окно, увидели скутер, лежащий на обочине. Потом уже еле-еле разглядели, что в канаве лежит, если можно так сказать, тело. Потому что вот так был рукав видный. Настолько был скомпонованный. Супруг Юлий Румянцева один из первых поспешил на помощь пострадавшему в ДТП. Мужчину он обнаружил в водосточной канаве в нескольких метрах от разбитого скутера. Рядом двухколесной машиной валялся мотоциклетный шлем. Муж поднял, потому что лицом лежал мужчина, ну как в луже в канаве. Приподнял, чтобы не захлебнулся. Но на тот момент еще дышал. Очень надеялись, что действительно поможем и будет жить. Спустя пару минут к месту дорожного происшествия прибыли наряд полиции и скорая помощь. Пострадавшего на носилках погрузили в автомобиль. Правда, довезти его до городской больницы медики не успели. От многочисленных травм и переломов мужчина скончался внеотложки. Сегодня правоохранители разбираются в причинах ДТП и пытаются понять, возможно ли было избежать человеческих жертв. На сегодняшний день, в версии пока основная, то, что водитель скутера не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в КВЕД. В результате данного происшествия скутеру причину механического убеждения водитель скончался от полученных травм. К месту трагедии приехал сын погибшего. Схватившись за голову, молодой мужчина долго не мог прийти в себя и поверить, что в этой дорожной аварии он так нелепо потерял родного отца. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова